всем привет это видео не столько про сборку гипсокартона хотя мы здесь уже сделали перегородку будем обшивать инсталляцию колонны и потолок делать это видео больше про маленький санузел вообще то есть как спрятать вот такую довольно сложную инженерку мы уже взялись обшивать инсталляцию но как оказалось плитка будет другого размера поэтому высота ее у нас изменится ну а общая плоскость останется той же самой это готовый под обшивку каркас с левой стороны он приходит к металлической квадратной трубе справа гипсокартонные перегородки которые мы сделали ранее теперь нам сверху нужно зашить вот эту полочку и от нее вверх сделать колонну в этой инсталляции нет ничего сложного поэтому покажем больше как очередность действий полка готова теперь нужно спрятать вот эту бетонную колонну мы и уберем в короб из гипсокартона который должен быть точно определенного размера ровно половина ширины этой ниши от железной трубы слева до перегородки справа сделали короб точно по требуемым размерам конкретно в этом санузле это было очень важно точность была буквально до миллиметра выступающая часть сверху выполняет две функции во первых скрывает подводку труб для водного пылесоса во вторых прямо на нее ложится мебельный щит снизу мы уже зашили инсталляцию в два слоя в принципе на этом гипсокартонная работа закончилась но остался потолок еще там ничего интересного нет покажем уже сразу готовый а вот так выглядит этот маленький санузел уже после установки плитки и отделки но пока еще без мебели короб который мы собирали остается внутри шкафа и плитки на нем не будет поэтому он покрашен белой водостойкой краской также как и потолок вся эта инженерка с левой стороны кстати сказать очень сложная и управляемая по интернету будет закрываться мебелью то есть снаружи выглядит как шкафчик а внутри открытый доступ ко всем этим гребенком насосом клапанам датчикам фильтрам и прочему вот дождался наконец-то пока установят мебель кстати заняло это немало времени и пока это все решилось как будет делаться и подгонка и установка но получилось вообще отлично кстати сказать вся эта мебель конструктивно сделана так что ее можно без проблем демонтировать для проведения каких-то глобальных переделок внутри шкафов по инженерке что здесь и для чего есть отдельное видео на нашем фирменном канале у не тех мд ссылка будет в описании под ролик но мне пора закругляться на этом всем пока спасибо за внимание всем добра